Как храп связан с инфарктом миокарда? Добрый день, меня зовут Надежда Тимофеевна Обухова, я врач-кардиолог-сомнолог, ситиклиник, юрмет и гиппократ. Сегодня мы поговорим про храп. В первую очередь давайте разберем с вами, что же такое храп. Храп – это звуковой феномен, который возникает при прохождении воздуха по верхним дыхательным путям, а именно тогда, когда есть какое-то препятствие. Итак, храп может быть связан с огромным количеством причин. Туда относятся и причины, такие как искривление носовой перегородки, полипы носа, хронические риниты. Это могут быть увеличенные миндалины, увеличенный нёбный язычок или нависание мягкого нёба. В этом случае вашим лечащим доктором станет оториноларинголог. Также храп может быть связан с тем, что мышцы глотки спадаются вследствие того, что они ослаблены. И верхние дыхательные пути, особенно когда человек лежит на спине, могут спадаться. Такое состояние называется апноэ сна. И в первую очередь важно понять, у человека просто храп, как звуковой феномен, либо у человека есть апноэ сна. То есть апноэ – пауза дыхания во сне. Так как совершенно разный подход в лечении этих состояний. Для того, чтобы объективно посмотреть, как человек дышит во сне, существует определённое исследование. Золотым стандартом является проведение полисомнографии. Это исследование, которое проводится обычно в условиях либо стационара, иногда в домашних. Для человека надевает множество датчиков, которые регистрируют электрическую активность головного мозга, движение глазных яблок, дыхание, движение грудной клетки, движение живота, электрокардиограмму, движение с ног, с рук. Все эти показатели помогают нам отследить, как человек спит, посчитать, какие есть фазы сна. Но не всегда нужно проводить такое полномасштабное исследование. В плане диагностики нарушений дыхания во сне достаточно более усечённого исследования. Оно называется респираторное мониторирование. Оно проводится на базе нашей клиники и включает в себя регистрацию нескольких параметров. Это движение грудной клетки, это дыхательный поток, то есть как человек дышит, насыщение кровью кислородом, то есть сатурацию и пульс. И по этим параметрам мы можем отследить, есть ли паузы в дыхании во сне и какое их количество. В случае, если пауз нет, по данным этого исследования, мы можем установить диагноз первичный храп. И тогда решаем вопросы с носовым дыханием, с, возможно, увеличенным ёбным язычком, то есть это врачи-оториноларингологи. Также в плане лечения обычного храпа мы можем приучить человека спать на другом боку. То есть если человек спит на спине и храпит, мы можем его научить спать на боку. Для этого есть разные приспособления, они широко продаются и в интернете, бывают разные, которые реагируют на изменение положения тела и подают вибросигнал, таким образом заставляя вас перевернуться. Самый простой способ это, условно, пришить себе мячик теннисный к пижаме на спине. Когда будете переворачиваться на спину, будет некомфортно привыкнуть и спать на боку. Также для лечения первичного храпа можно использовать в выполнении упражнений тренировку мышц глотки. Есть несколько упражнений, они, как и любые, требуют регулярного выполнения по несколько раз в день. Парочку из них я вам покажу. Для того, чтобы почувствовать напряжение мышц глотки, кладете кулак на нижнюю челюсть. То есть, челюстью пытаетесь его, как бы сопротивляетесь, выдвигаете, а кулаком надавливаете. Таким образом вы почувствуете здесь напряжение мышц. Такое упражнение несколько раз, ну минимум 10. И второе, это когда прямо далеко высовываете язык. Таким образом вы почувствуете тоже, здесь напрягаются прям как можно дальше высовываете язык. Напрягаются мышцы глотки. Опять же, эти упражнения несколько раз в день, 2-3 раза стоит выполнять. Они будут поддерживать мышцы глотки в тонусе. Также храп может появляться из-за избыточного веса. Когда мы провели исследование, респираторный мониторинг, и выявили, что у человека есть апноэ, нам необходимо определиться, какое их количество. Для этого мы ориентируемся на показатель количества апноэ в час, то есть индекс апноэ. До 5 эпизодов в час может быть у любого здорового человека. Более 30 эпизодов в час свидетельствует о тяжелой форме абструктивного апноэ сна. Буквально вчера я смотрела результаты обследования своего пациента. У него выявлено 90 пауз в час. Максимальная продолжительность составила 85 секунд. И при этом сатурация кислорода в крови падала с 94% до 71%. Совершенно разные бывают эпизоды апноэ. За апноэ мы считаем паузу в дыхании длительностью больше 10 секунд, которая приводит к снижению сантюрации более чем на 3%. То есть во время апноэ сна пациент испытывает гипоксию, приходящую. Вот эти перепады гипоксии, они отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему. И из-за того, что мозг испытывает гипоксию, он активируется, таким образом человек как бы выскакивает из глубокой фазы сна. То есть у пациентов с апноэ нет нормальной глубокой фазы сна, поэтому они не высыпаются. Поскольку, вы представьте себе, каждые 30 раз за час кто-то вас практически будит. И при этом это бывают пробуждения не такие, что вы проснулись, открыли глаза. Вы можете спать, но тем не менее вы из более глубокой фазы сна попали в более поверхностную, соответственно не выспались. Даже при наличии большого количества апноэ мозг не даст нам задохнуться. Он вас разбудит прежде всего. В момент, когда вы пробуждаетесь, когда органик пытается преодолеть апноэ, апноэ это когда дыхательные пути спались, не проходит воздух. В момент, когда органик пытается расширить обратно верхние дыхательные пути, увеличивается давление внутри грудной клетки. Это приводит к тому, что растягивается сердце, самый податливый орган грудной клетки, который может растянуться. При этом увеличивается наполнение сердца крови. Это приводит к повышению артериального давления. Поэтому часто тяжелая степень апноэ сочетается с повышением артериального давления, особенно ночью. Поэтому, если вы храпите, если есть паузы в дыхании во сне, о которых вам говорят домочадцы, и вы просыпаетесь утром с повышенным давлением, обязательно стоит обратиться к сомнологу. Далее, когда происходит растяжение сердца, увеличение предсердия может провоцировать нарушение ритма различные. Это могут быть и как паузы в работе уже сердца, либо это могут быть другие аритмии, например, мерцательная аритмия. Таким образом, апноэ сна очень тесно связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И тяжелые его формы могут приводить к более раннему развитию. Повышенного давления, шимической болезни сердца, различных нарушений ритма сердца. Несколько слов про лечение апноэ. В зависимости от того, какая степень апноэ выявлены, легкая, средняя, либо тяжелая, мы можем начинать с разных методов. Для начала необходимо нормализовать массу тела. Так как избыточная масса тела, жировая ткань откладывается не только на ягодицах и бедрах, на животе, она откладывается и вокруг внутренних органов, в том числе и в стенке глотки. То есть, при отложении жира вокруг стенок глотки сужается просвет дыхательных путей. И вместе с слабостью мышц это приводит к возникновению апноэ. Поэтому, когда человек снижает вес, просвет дыхательных путей становится более широким. Стоит отказаться от употребления алкоголя и курения, так как это может способствовать снижению тонуса мышц глотки. В случае, если апноэ легкой или средней степени, допустимы эти методы лечения. Также существуют специальные внутрирутовые устройства наподобие кап, которые изготовляются по слепкам челюсти пациента и призваны фиксировать нижнюю челюсть в течение ночи, для того, чтобы она не западала, таким образом небольшое количество апноэ может тоже уйти. В случае, если мы обнаружили тяжелую степень апноэ и более 30 эпизодов в час, первой, скажем так, линией терапии является СИПАП-терапия. Это аппаратный метод лечения, когда пациент спит с маской, которая через трубку соединена с устройством, которая наблюдает за тем, как человек дышит во сне. И в случае, если видит, что возникает пауза в дыхании, аппарат чуть с большей силой подает воздух через маску, таким образом расправляя дыхательные пути. То есть каждый эпизод апноэ в этом случае предотвращается. Человек нормально спит в течение всей ночи. Так как апноэ связано с тем, что снижается тонус мышц глотки, то есть это вот на этом уровне, то хирургические вмешательства при тяжелой степени апноэ не приводят к улучшению. То есть хирургически мы можем удалить миндалины, мы можем подрезать небный язычок, мы можем удалить часть мягкого неба, но это все выше. И основную проблему с апноэ это не решит. Наоборот, даже избыточное удаление тканей может спровоцировать нарушение функций глотания. Поэтому к этому надо быть очень аккуратным. Пациенту необходим подбор СИПАП-терапии. То есть это подбор индивидуальной маски. А маски бывают тоже разные. Это прям отдельная тема для разговора. Носовые, те, которые закрывают только нос, либо нос и рот. По размеру далее выбирается устройство. Они бывают уже разного абсолютно ценового диапазона. Несколько дней пробные лечатся, дышат, пытаются спать вместе с прибором. Потом мы считываем данные с прибора и смотрим, насколько была эффективна терапия, хватает ли давления, которое подает прибор, для того, чтобы предотвращать все апноэ. Стоит разобраться, есть ли у вас только храп или храп, который сочетается с апноэ. Так как от этого зависит, к какому доктору вы пойдете разбираться своей проблемой. Просто храп можно лечить у отореноларинголога, если он связан с изменениями носовой перегородки, с увеличенными миндалинами, либо небным язычком. Поэтому в случае, если есть апноэ, и оно в тяжелой степени, лечением этого заболевания занимается сам нолог с использованием СИПАП-терапии. Будьте здоровы вместе с Юрми.